МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С-400, о которых упомянул министр обороны, имеют еще одно название «Триумф». И это имя, по отзывам экспертов, оправдывает содержание. У конкурентов что-то похожее появится еще не скоро. Каждая из таких установок способна заменить по два комплекса С-300, которые сейчас стоят на вооружении ПВО. Так что небо над Россией будет закрыто не только на небо, но и ближайший космос. То есть, как вы уже поняли, друзья, эту смешную браваду глубинному народу показывали в момент выхода комплекса в С-400 на боевое дежурство. «Ну все, Мань, теперь, считай, мы под зонтиком!» Радовался на диване ура-патриот Ваня. Шутка ли, С-400 еще и космос прикрывает, а всякая там баллистика, это вообще семечки? «Пять минут и воздушное пространство в радиусе 400 километров становится непроницаемым для любой цели, летящей на любой высоте. Для С-400 что стелс на сверхзвуке за горизонтом, что крылатая или баллистическая ракета, не цели даже, семечки». Но вот прошло время, и С-400 оказались в условиях реальной войны, а не на учениях или не на парадах. И что вам сказать, друзья, не соврали пропагандисты? Самый дорогой качественный комплекс российского ПВО действительно сбивает 100% ракет. Правда, есть один нюанс – сбивает своим ебаном. То есть сначала старенькой американской баллистикой выносит целый комплекс в Амвросиевском районе Донецкой области. Буквально тут же в сети появляется вот это видео, весьма вероятно, из МОСПИНА под Донецком. «Впоследствии чего осталось? Вот эта ебаная ракета, нахуй, вот воронки от нее, блядь. Вот. Все, пи***ц. Все сгорело, нахуй. И, наконец, самая сладкая булочка, даже не баллистикой, а тупо «Хаймарсом». Уничтожен С-400 в Белгородской области. Также Украина поразила российские комплексы ПВО С-400 к северу от Белгорода. Удар по С-400 был нанесен при помощи американских ракет «Хаймарс». Давайте-ка мы вам под старый текст свежую картиночку подставим. Для С-400 что стелс на сверхзвуке за горизонтом, что крылатая или баллистическая ракета, не цели даже, семечки. Так че там по семечкам опасные? Больно упали на голову, да? И просто для заметки, каждый комплекс С-400 стоит около миллиарда долларов. Еще парочка подобных акций, и считайте, что баблишко, как на северный поток ушло. Но деньги-то такое. Важно, что на изготовление новых комплексов нужно много времени. Вот почему у крикунов в Кремле и в Останкино случился очередной инсульт пятой точки. Мы будем считать, как объявленную военную помощь, так и все те средства, которые осуществляют разведку с законными целями, вне зависимости от того, где они находятся, мы их будем уничтожать. Мы должны отвечать на удары по тем территориям, откуда для нас исходят угрозы. И когда Владимир Путин говорит о том, что мы уже понимаем, кто наводит цели, кто ведет эти ракеты. Совершенно верно. Дальние действия. Им должно быть настолько страшно, что они, наконец, должны включить голову и открыть учебники истории и сказать, ребята, стоп, дальше конец человечества в том виде, в котором мы его знаем. Куда не включи истерика такая, что можно дома икскрепными местами отапливать. Даже Гуру Лёва из вытрезвителя на эфир забрали. Ну-ка, дед, давай, не посрами борзю. Расскажи, как вы украинцам страшно ответите. А чтобы у всех было прекрасное понимание, что в Европе будет каюк, нужно как раз хорошую ударку, да? По Явровскому полигону. Ну, ядерно. Обязательно. Слушайте, как только в Явров прилетит, в очередь станут перед Кремлем поздороваться. Сто процентов, потому что в мире все-таки уважают силу. И к этому надо стремиться. Ну, а что, неплохая заявка. Все-таки ядерка по Львовской области это что-то новенькое. Правда, ой, есть опять-таки максимально скромное мнение, что китайский хозяин нынешней московской гыбни разрешения на вот такие финты ушами никогда не даст. Мы вправе применить любое оружие, включая ядерное. Мы нанесли удар по местам хранения тактического ядерного оружия на территории Европы. Должны взрываться военные заводы, склады по всей территории НАТО. Простыми словами, Си Цзиньпинь не для того строит свою империю, чтобы мир медным тазом из-за горстки шизиков накрылся. Поэтому лично мы не сомневаемся, что вместо ядерки Россия снова продолжит отыгрываться на мирных жителях за свои военные поражения. Сейчас вот мы вам покажем, чему радуются ура-патриоты на этой неделе. Только что пришла новость, что сегодня вся Украина будет сидеть без света уже на час дольше. Ну ничего себе, вот это победа! Проклятые украинцы, цитата, на целый час больше без света сидят. Невероятный уровень достижений второй армии мира. Хотя нет, есть же еще мечты, как украинцы согреваться зимой, обнимая поросенка, будут. Судя по печальной статистике, связанной с энергетикой и ЖКХ, я не знаю, как они вообще будут выходить из этой ситуации. Перебои со светом, холодно, селянин мерзнет, вынужден, значит, согреваться, обнимаясь с поросенком. То есть шел десятый год вот таких вот обещаний. При этом на Украине почти нет газа, и угля на многих тестах осталось на 10 дней. Чтобы без газа и угля согреть тело, украинцам, вероятно, придется сжечь что-то еще, например, Киев или Львов. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Страна станет в полупсе. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. А ненавистные украинцы все никак не собираются замерзать. Более того, зимой именно черноротых пропагандистов может ждать неприятный сюрприз. Вот давайте подумаем логически. Зачем Украина сейчас так активно выносит российское ПВО? Явно же не от нечего делать, да? То есть вполне логично предположить, что готовятся комбинированные удары дронами и ракетами. Та же Франция уже дала добро на применение скальпов по РФ. Тут какие-то безумные уже новости. Франция дала разрешение Украине на использование ракет «Шторм Шэдоу». Они же скальп для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях. И да, понятно, что в первую очередь приоритетной целью являются аэродромы стратегической авиации. В идеале хотелось бы детонации кабов, чтобы летчиков-залетчиков по кусочкам собирали. Но если Россия при этом продолжит бить по энергетике Украины, ничто не помешает ВСУ нанести симметричный удар в ответ. Посмотрите, куда долетают дроны уже сейчас. Оренбургская область, Татарстан, это ж тысячи километров от Украины. То есть раньше били по НПЗ или по военным объектам. Да! О, слышишь? На эстакаду прилетело! А теперь переключиться на ТЭС проще простого. Ну а сейчас хочется задать простой вопрос глубинному народу РФ. А угадайте, где зимой холоднее? В России или в Украине? То-то и оно. Мы-то с мягким климатом зиму, да, возможно, со сложностями, но вывезем. А вот кое-кому в минус 50 никакие обнимашки со свинками не помогут. Громодянин скоро начнет бузить, потому что по мере того, как сокращена эта генерация, начнет кое-что другое выходить из строя. Ну, например, может что-то произойти с канализацией. Перебои со светом, холодно. Селянин мерзнет, вынужден, значит, согреваться, обнимаясь с поросенком. И когда россияне начинают понимать, что во все их игры теперь можно играть вдвоем, их буквально плющит от негодования. Послушайте вот очередного горе-эксперта. Это удары по... Мы уже говорили. Ну, да простят меня жители этих городов, но это очень многие города. Не только многострадальный Белгород. Огромное сожаление и соболезнование всем пострадавшим, но и это тот же Воронеж, это тот же Ростов и тот же Курск. Это города оказываются под прицелом, и это опасность перейти к войне городов. Титаны мысли на третий год полномасштабной войны вдруг докумекали, что обстрелы в одну сторону не могут продолжаться вечно. И теперь жителям крупных российских городов хорошо бы изучить бомбоубежище и подвалы. Справедливо? Ну, конечно, справедливо. Вот только пропагандисты в России почему-то говорят о вопиющей безответственности. Вот такого не было в этой войне. И не будет, я очень надеюсь. Но переходить к войне городов, к сознательным ракетным ударам по многонаселенным городам, это вопиющая, вопиющая безответственность. А что такое? То есть Днепр, Одессу, Харьков, Киев и далее по списку обстреливать можно? А как ответочку по Ростову, Курску и Воронежу, так сразу вопиющая безответственность? Нет, ребятки, так не бывает и так не будет. Тем более Украина как раз начинает демилитаризацию путинского нейрэйха проводить. Жирных целей ВПК даже не десятки, а сотни. Многие с советских времен клепают продукцию, которую нечем заменить. Хотел Путин со своими шавками декоммунизацию? Ну, утро выдалось такое, жаркое, бодрое. Слушайте, ну, вам же Верховный-то говорил о том, что вы хотите декоммунизацию, но ее можно показать в полном объеме. Ну что ж, настало время им такую радость устроить. И хороших сценариев для выхода из ситуации и бункерного дела как бы нет. То есть можно еще 200 раз провести форум на тему, как победить бандеровцев в Украине. Украина в том своем состоянии, в котором она существовала последние 30 лет, не могла не превратиться в тот нацистский улей садистов, террористов и гадюк, в который он превратился. Значит, такое политическое образование не имеет права на историческое существование. Это более правильный подход. Или накрутить шавок по телевизору, чтобы те мечтали, как превратят Германию в Волчанск. Сейчас Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жёстче. Мы просто всё снесём. Вы это понимаете? Или вам необходимо в очередной раз, чтобы русский солдат пришёл на вашу землю, но в этот раз уже не ушёл? Но по состоянию на сейчас, куда ближе к превращению в Волчанск, Белгородская область. В рамках контрбатарейной борьбы туда прилетает каждые пять минут. А от любви путинских людоедов маскировать военные объекты под гражданские уже завыли местные жители. Казалось бы, только вот пропагандисты снимали сюжетики, как хитрочмони используют гражданские автобусы в прифронтовой зоне. Такие типы ездят везде и вечно учатся. У нас 35-я армия. Красавцы вообще. Сделали автобусов, наделали, они катаются по всей линии фронта. Сами летают тут же, останавливаются в полях. Генератор, зарядка батареи, всё-таки предусмотрено. Мол, учитесь укры, это называется русская смекалочка. Попробуй вычисли этот автобус. Только я сзади уазик не вижу. Уазик всё равно наш, так что нормальный сопровождение. Белый. Ну, это охрана, сопровождение, всё как положено. Но прошло всего ничего, и на российских же каналах начался скулёж. Ужас, фашизм, терроризм, украинцы бьют по автобусам. И Белгородская область сегодня снова теракты врага против мирных жителей. Беспилотником атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Оператор выждал, пока водитель остановится и нанёс удар. Так как же смекалка, жалкие! Или после ваших финтов ушами дрон должен подлетать и спрашивать «И извините, автобус военный или гражданский?» То есть, ладно, они тупые, так ещё и людей своих под удар подставили. А исправлять ошибки пока не получается. Они же думали, что сейчас на сколько Харьков возьмут и будут Украине условия диктовать. Окружение, ну, грубо говоря, падение, падение Харькова будет ли означать, собственно, полное поражение украинской армии, ну, и украинского режима? У них есть западные области, куда, я больше, чем уверен, они рассчитывают оттянуться, да, в сёла. Но на деле, если не брать во внимание шизиков типа Витязева и с байками про мега-успешное наступление... Авдеевское направление, Сватово-Кременная, вот, потом у нас активизировалось на Херсонском, на Запорожском и продолжается массированное продвижение на Харьковском. У нас пять направлений. Прямо массированное продвижение, да? Там уже даже ваш карманный Пегов над таким угорает. Пишет, наступление в обратную сторону идёт. А Блицкриг на Харьковском направлении провалился. Провалился настолько, что в 2024 году пропагандистам пришлось признать в эфире страшное. Оказывается, украинская армия самая сильная в Европе. ВСУ — это сильнейшая армия в Европе на данный момент. Самая боеспособная, самая намаханная. То есть начинали спецоперацию с победы за три дня? Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то? Господи, ну Украина. А теперь получили по ушам и чуток переобулись. ВСУ — это сильнейшая армия в Европе на данный момент. При этом проблемы россиян на Харьковском направлении привели к тому, что Герасимов и Белоусов, чтобы сохранить лицо и не потерять захваченные в первые дни приграничные сёла, вынуждены перебрасывать сюда резервы с Донецкого и Запорожского направлений. То есть изначально хотели легко победить, а заодно и растянуть украинские резервы. Но что-то пошло не так. И, конечно, это не говорит о том, что настало время забрасывать россиян шапками и расслабляться. Они до сих пор мечтают о полном уничтожении как минимум Харьковской и Сумской областей. Видит Бог, мы этого не хотели. Мы, правда, этого не хотели. Но, к сожалению, вот с такой тенденцией Харьковскую и Сумскую область придётся вот... Не могу даже сказать. В общем, если от Харьковской и Сумской области останутся одни руины, то это не наша вина. Харьковская область. Ну, камня же на камне от неё не останется. Поэтому нам с вами нужно сделать всё возможное, чтобы помогать армии. Ведь эти титаны не только оберегают нашу с вами землю от абсолютного зла, но и загоняют в кукаречную всех останкинских чернородых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok